Эксперт рассказал, почему стартапы в России не интересны инвесторам. Эксперт рассказал, почему стартапы в России не интересны инвесторам. 8.43 РИА Новости, Григорий Сысоев, директор фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. РИА Новости, Григорий Сысоев, директор фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Архивное фото. Москва, 15 июля РИА Новости. Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов Связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями Рассказал в интервью РИО новости директор фонда развития интернет-инициатив, ФРИИ, Кирилл Варламов На рынке есть проблема, никто массово не покупает стартапы и их технологии Во всем мире 80% это M&A На домашнем рынке, когда молодой проект продается крупным компаниям, на российском рынке этот показатель ничтожно мал И понятно, что у нас не очень конкурентная ситуация, инновации не особо интересны монополистам, сказал он 16 мая, 3.35 Российский стартап создал умную систему контроля вывоза отходов По словам Варламова, эксперты ФРИИ попытались разобраться, в чем же конкретно проблемы Выяснилось, что многие крупные компании попросту не знают, как работать с открытыми инновациями, не умеют интегрировать технологии, не знают, как искать стартапы, как их оценивать, как не задушить их в своих объятиях Многие не понимают, почему надо покупать компанию с убытками, откуда у нее берется вообще хоть какая-то стоимость, пояснил он В связи с этим фонд начал объяснять крупному бизнесу перспективы и возможности работы со стартапами, давать прикладные знания Мы начали обучать компании, объясняем, как работать со стартапами, как использовать инновации себе во благо, к чему готовиться и как нивелировать возможные риски Помогаем запустить пилотные проекты, уже более трехсот штук, из которых порядка сорока вышли в стадию масштабирования Через наши образовательные программы прошли уже более ста крупных компаний Таким образом, мы активно развиваем и наши стартапы, рассказал он, 6 февраля, 13.59 Путин поручил сформировать стимулы для людей, вкладывающих в стартапы Мы также запускаем совместные акселераторы с корпорациями Так, например, помогли КАМАЗу сделать акселератор, через него прошли 10 команд внутренних и внешних, из которых по итогам программы выбрали 8 проектов и профинансировали в них 46 миллионов рублей, сообщил глава ФРИИ Одновременно мы сейчас обсуждаем с разными партнерами создание нескольких новых фондов, и как только доведем процессы до результата, расскажем публично Мы надеемся, что это произойдет уже в этом году или в начале 2020 года Мы стараемся сохранить текущую направленность, которая есть сейчас IT-проекты ранних стадий с широкой диверсификацией Соответственно, цели фокус по будущим фондам те же выращивания технологических стартапов, добавил он Субтитры создавал DimaTorzok